Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» от артиста Валерия Астахова и Владимира Ямненко. Говорят, чувство юмора – это ангел-хранитель нашего мозга. Поэтому подписывайтесь, смейтесь на здоровье и живите долго. А мы начинаем! Прикинь, у нас на работе три девушки с именем Женя. Ну, я, чтобы не путать, стал их называть Женя-1, Женя-2, Женя-3. Я не понял, это ты по размеру груди, что ли? Ну, да. Но они тоже догадались. Теперь проблемка. Они меня сейчас называют Сережа-8. Вот меня удивляет, как в женщине сочетаются два несовместимых понятия. С одной стороны – ой, плохая девичья память. С другой стороны – ох, сволочь, я тебе этого никогда в жизни не забуду. А я напоминаю вам, дорогие друзья, пишите ваши комментарии. Может быть, следующий приз получите именно вы. А мы продолжаем. Вот всегда хотел выяснить для себя, чем отличается трусость от осторожности. Вот задал этот вопрос своему умному соседу, Елизару Саковичу. Говорю, Елизару Саковичу, вот чем отличается осторожность от трусости? Она говорит, если катается нас, то это осторожность. А если их, то это трусость. Девушка, может, познакомимся? Мужчина, вы не в моем вкусе. Девушка, а вы сначала попробуйте. Мужик поймал золотую рыбку, но золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала первых два желания – пиво и газетку. А вот и белая полоса в твоей жизни. Ой, Коля, только не на лицо. О, Эдик, привет, как дела? Вижу, с Арочкой уже пять лет, да, как состоите в браке. Ну и как? Живете счастливо? Как тебе сказать? Сарочка живет счастливо, а я состою в браке. Петя, скажи только честно, у тебя есть другая женщина? Галя, ну, если честно, то да, есть. И кто она? Галя, другая женщина – это ты. Девушка вышла замуж, после этого встречается со своими подругами. Те, конечно, к ней – Светка, рассказывай, ну как, что? Говорит, ну, нормально, свадьба. Ну, дальше что дальше? Говорит, ну, дальше что? Ну, закончилась свадьба, мы приехали домой. И что? Ну, он налил шампанского, выпили шампанского. А дальше что? А дальше? Дальше было раньше. Ты думаешь, что деньги, алкоголь и бабы сделают тебя счастливым? Правильно думаешь – сделают. Мужик приходит к врачу, говорит, доктор, помогите. Процесс с женой очень быстро заканчивается. Есть какие-то препараты, чтобы это продлить, этот сам процесс? Он говорит, я не знаю, таких препаратов вряд ли есть. Слушайте, а вы знаете, попробуйте купить стартовый пистолет, и вот чувствуете, что у вас только-только подходит выезд стартового пистолета. Бам-бах! И у вас дальше процесс продлится. Мужик так и сделал. А потом через какое-то время приходит в врачу и говорит, доктор, насоветовали вы мне. Пришлось развестись. Говорит, а что случилось? Да, представляете, с женой это занимаемся 69 поза. Ну, я чувствую, как-то уже вот подходит. Я из стартового пистолета – бах! Так она мне на лицо нагадила. И сосед из шкафа вышел с поднятыми руками. Когда зазвенела рамка металлоискателя, я сказал охранникам, это потому, наверное, что у меня стальные яйца. Вывод. У охранников нет чувства юмора. И у них очень холодные пальцы. Музыкальный продюсер после хороших выходных собрал своих певцов молодых и говорит. Значит так, друзья. Я вчера жене пообещал, пообещал, что в ее честь назову какую-нибудь звезду. Так что так, Серега. С сегодняшнего дня ты будешь звездой. И будут звать тебя Анжела. Я вам скажу. Алкоголь создан для того, чтобы и некрасивые девушки могли потрахаться. Да-да-да. Молодой человек, молодой человек, я прошу прощения, вы не подскажете, где здесь больница. Ой, вы знаете, я так, я так тороплюсь. Мне проще будет ебануть вас по голове и вызвать скорую. Ну что за жизнь пошла? Эх, так хочется дастись фантастичь, а у меня только арбайт инун дисциплинин. Полный швак. Вы знаете, что самая тяжелая профессия это директор школьной столовой. Вы не представляете, какая это боль красть у детей. Фимочка, а как ты назвал свою собаку? Яша. Ты что? Ты что, Фимочка? Нельзя называть животное человеческим именем. Назови его как-то иначе. Ну, например, Васька. Алло, Цилечка, здравствуй. О, боже, это ты? Не-не, Цилечка, это я, Фима. В отделе полиции майору подчиненного спрашивают, а этого за что? Понимаете, бросал хлеб лебедям. Ну и что? Ну, как что? Он болезнь сорвал. Киллер выехал на реку половить рыбку и вдруг поймал золотую рыбку. Он на нее смотрит, думает, что делать, что делать? Говорит, ээ, что с тобой делать? Она говорит, ну как, загадывай желание. Он, в смысле? Говорит, ну, вчера меня один поймал, загадал желание. Говорит, давай мне 10 миллионов долларов. Я ему дала. Давай твое желание. Адрес, быстро! Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова